Так, следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как отследить в себе склонность приравнивать духовного учителя к обычным людям? Может, есть такие критерии, как это обычно случается у преданных? То есть, первое, это пренебрежительное такое отношение. То есть, перед гуру нужно его почитать, какой-то трепет должен быть. Нужно чувствовать, что мне очень повезло, что я просто рядом с ним нахожусь. Что я просто кланяюсь ему, мне повезло. Что я присутствую на его лекции, мне очень повезло. И даже если я в онлайне смотрю его лекции, нужно понять, мне очень-очень повезло. Это критерий того, что гуру является необычным человеком. Когда мы его встречаем, поклониться или дандават сделать. Если есть возможность коснуться стоп, коснуться стоп. Если вы же, например, у обычного человека не будете с тарелки доедать то, что он оставил. Нет. Но с гуру, ну гуру, остатки его маха-маха-просада, мы стремимся получить. Обычным человеком мы можем им прославлять. Но когда, особенно когда мы находимся в обществе учеников, то тогда святое дело прославить духовного учителя. Духовному учителю, например, обычному человеку мы можем сказать какие-то неприятные слова. Но гуру нельзя говорить неприятные слова. Нужно говорить только приятные вещи, гуру нужно говорить. Вот это вот критерии. Еще о некоторых критериях я говорил во время лекции. Можно еще раз прослушать. Когда мы называем имя духовного учителя, можно руки вот так сложить. Уважение. Сказать Шрила и так далее. Шрила Ниранжана. С вами Махарадж. Или если хотите вообще его, так сказать, назвать и как бы одновременно прославить. Можно сказать. Ом Вишнупад Пармахам Сапари Вранджи Качари Аштата Рашата Шишимат Триданти Гасвами. Ну, например. Абхачарна Винда Бхакти Виданта Свами Шилкурпада, например. Или своего гуру. Также можно. С вами. Субтитры создавал DimaTorzok Ари Кришна, дорогие преданные. Ари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарай Ирадха. Это Манджари Махима. И мы вместе занимаемся интернет-сампиртаной на Балберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Балберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Багават-Гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. И мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-сампиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Балберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги. И от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Балберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-сампиртаны. И давайте распространять книги вместе. Продолжение следует... Продолжение следует...